здравствуйте друзья доброе утро письмо михаил прокомментируйте пожалуйста обстановку в университетах сша и чем все это кончится либеральная профессура промыла детворе мозги и вырастила поколение совершенно оторванное от реальной жизни теперь они уже навязывают свои правила всем окружающим я не понял профессура навязывает или молодежь тут уже не до свободы слова живым будете после встречи с так называемой антифа моему сыну через пару лет предстоит выбирать куда идти но видя что творится в беркли и других достаточно именитых учебных заведениях просто оторопь берет хоть на онлайн иди ну что друзья давайте потихоньку значит я начну с того что однажды очень известный человек такой как уистон черчилль сказал очень известную фразу которую так на всех углах повторяют о том что если ты в молодости не либерален то у тебя нет сердца если ты с возрастом не консервативен тем кто тянет мозгов ну я не дословно вот по сути поэтому молодежь должна быть более либеральный но уже же таких хотите там 18 летних старичков что ли вот то есть это один фактор то есть это это норма это всегда так и должно быть так поэтому мы не можем этого исправить может быть и не надо почему молодежь более либерально потому что она оторвана но не от реальной жизни как вы тут говорить она оторвана от зарабатывания на хлеб насущный у нее нет опыта социального экономического и так далее поэтому молодежь не задается вопросом откуда деньги эти молодежь говорит вот хорошо чтобы все были имели доступ к образованию они правы конечно очень хорошо чтобы все имели доступ к образованию очень хорошо чтобы не было расизма очень хорошо чтобы не было воин очень хорошо чтобы не было там допустим я не знаю коррупции воровства там болоте кант ту это все очень-очень здорово но вот вопрос там мы хотим что были хорошие дороги и детские сады почему вы вот например не имеет государственные детские сады чтобы люди могли работать ну а кто платит знаете хорошо чтобы было система здравоохранения чтобы все имели доступ к здравоохранению не только к образованию конечно здорово кто платит эти молодежь не задается вопросом Ну кто платит? Они говорят, что обалдели что ли? Вы вон там на войны тратите. Лучше бы тратить на здравоохранение. Сказать, что они совсем не правы, тоже нельзя. Но они не такие практические. Когда вы говорите вот тут про, что они не знают реальной жизни, они оторваны от реальной жизни. Мне это не нравится, потому что вы как бы создаете свой стандарт реальной жизни. Потому что может оказаться, что многие люди не менее взрослые, чем вы. А может быть и постарше. Совершенно по-другому понимают реальную жизнь. Поэтому вот это лишнее. Это как бы тему размельчает и делает ее нездоровой. Не то чтобы реально. Да, они оторваны от того, чтобы зарабатывать на жизнь и так далее. Я-то ведь с Бёркли нахожусь в специфических отношениях, потому что у меня там дочь училась. И я все это наблюдал своими глазами. И вот этих профессоров, которые им голову морочат. Вы даже представьте себе, не можете, какой откровенный бред они там несут. Ну, то есть, не выдерживающие вообще никакой критики. Просто, ну вот, не хочу туда углубляться, но вот на уровне того, что земля плоская. Понимаете? Вот на этом. Ну, такого плана. И вот, значит, откровенный бред. Но, с другой стороны, я могу сказать, вот опять на примере своей дочери, что молодежь получает некоторую прививку. Вот этим, не то что либерализмом, не дай бог, но прививку дебилизмом, либеральным, так? Дебилизмом. И вот от этого и дальше они уже, получив прививку, они к ней больше не возвращаются. Они переболели и дальше пошли. Понимаете? Поэтому вот это вот антифа, там, то, что вы там говорите, понимаете, у меня тоже не вызывает сопереживания. Потому что, если вас, например, толпа нацистов замочит, и вы от нее, там, уйдете или не уйдете живым, я не вижу разницы, чем толпа нацистов лучше. Ну, чем толпа нацистов лучше. Поэтому, значит, я бы не сводил все либеральное вот к этому экстриму. Это все равно, что, сказать, любой человек, который консервативен или, там, голосует за республиканцев, он фашист. Это вот такой же бред, как вот то, что вы тут с антифой, там, сравниваете, либерализм, там, и так далее. Это не, как сказать, еще раз, это опускает тему, как бы. Так вот, тема, на самом деле, очень интересна. Молодые люди, которые либеральны, по, так сказать, в силу возраста, да, попадают в университет. В университете они имеют дело с профессурой. Профессура либеральна по своему положению в обществе. Потому что профессура тоже денег не зарабатывает. Ну, в смысле, вот так, как, допустим, другие люди там. Она получает эти деньги от каких-то бюджетов. Там, не знаю, федерального, там, может, каких-то локальных, каких-то частных фондов и так далее. Профессура живет на зарплату, которую ей платят, вот, как бы, в социальном обществе. Потому что там, где общество не социальное, там сложнее. Там ты будешь преподавать не то, что ты, вот, там, тебе, может быть, нравится, или, там, ты предложил курс, тебе говорят, давай. А там ты будешь преподавать то, что положено. И там у тебя не будет вот такой свободы, вот такой свободы, что ты весь такой весь свободный. А ты будешь придерживаться каких-то правил и так далее. Поэтому профессура, конечно, либеральная. Ну, а как же? Профессура очень либеральная. Не дай бог профессора, там, поставить президентом. Представляете, что начнется? Он не может, он вот тут стал, вот, в районе кафедры, он создал свой мир собственный. Ему система позволяет. И он в этом мире живет, в этот мир, там, молодежи. Но не то, чтобы вся жизнь молодежи ограничена вот тем, что они профессоров слушают. Они потом, некоторые подрабатывают и в процессе учебы, некоторые, в смысле, некоторые остальные, потом будут работать, когда начнут работать. Я могу сказать, что вот этот вот дурной либерализм какой-то такой экстремальный, который на них навешали в университете, в том же Беркли, я могу сказать, что все это улетучилось очень быстро, в тот момент, когда ты начинаешь зарабатывать. И когда тебе говорят, а вот хорошо бы вот там вот что-то, и ты говоришь, милочку, это что, я теперь платить должен? Как только ты начинаешь зарабатывать, и все вот эти вот дела, ты говоришь, а что, я плачу? Ты становишься гораздо менее либеральным, ты становишься более ответственным. И ты говоришь, минуточку, есть вещи, которые, ну, которые, да, надо. Вот, скажем, если дети там больны, там, я не знаю, чем-то, больны дети, там нужно создать госпиталь и так далее. У нас все время в калифорнийском избирательном бюллетене все время идут такие референдумы и говорят, выделить деньги на это, выделить деньги на то. Каждый раз, когда выделить деньги, соответственно, там, бонды выпускаются. То есть мы за это платим. Но мы говорим, ну, это святое, это надо платить. А вот это обойдемся. Понимаете, человек начинает своими деньгами распоряжаться. И уходит вот это все наносное. Вот, если вам не нравится то, что, допустим, все люди равны, например, или что нельзя человека притеснять за то, что он, я не знаю, там, какого-то вероисповедания, там, и так далее. Я очень много, вы не понимаете, сколько я вижу людей, которые говорят, вот Трамп молодец, он наконец-то поставит на место, там, он запретит въезд мусульманам. Понимаете? Вот это люди. Ну, найдите правильное слово, как вот эти называются. Понимаете? Вот. И они говорят, вот он правильный мужик, вот это надо закрыть, там, черных перекрыть, это перезапевать. Да это фашисты настоящие. Они вам больше нравятся, чем вот все остальные. Понимаете? Поэтому я не хочу сказать, что не надо бороться, там, с экстремизмом левым или правым, там, понимаете, там, религиозным или каким-то еще политическим и так далее. Но борьба с экстремизмом, вот этим или тем, это не борьба, там, скажем, с народом или с верующими или там еще с чем-то. Поэтому, ну, не умеешь, значит, не умеешь, значит, голосуй за правительство, которое, или там, за политические силы, которые в состоянии привести это в порядок. Допустим, если мы говорим, что грин-карт лотерея, там, колоссальный процент людей приезжает и садится на шею обществу. Ну, это же не повод лотерею-то отменить. Это же повод совсем другое сделать. Это повод ввести какие-то правила, ограничивающие людей от этого дела. Повысь избирательный ценз, повысь, или там, создай какие-то ограничения на то, чтобы не пускать в страну людей, которые не говорят по-английски и так далее, и так далее. Сделай по-человечески, а то давай сейчас все запретим, да вообще все запретим. Вот мы жили в СССР, там все было запрещено. Потому что, не дай бог, они говорят, а вдруг вот тут что-то будет запретить, а вдруг вот там запретить. И вот мы жили в обществе, где все запрещено. Так же тоже нельзя. Поэтому, значит, да, либеральная по возрасту молодежь схлестывается, так сказать, в едином порыве с либеральной по роду своей деятельности профессурой, и вот они там бурлят. Но если вы будете телевизор смотреть, то все, что вы там увидите в телевизоре, это то, что вот там, может быть, 95% студентов Беркли, они какие-то левые, чуть ли не коммунисты, чуть ли не антифаты вот эти вот, или там еще кто-то. Но это не так. Вы можете прийти на кампус Беркли в любой момент, даже когда там, например, что-то происходит такое, вот, и вы увидите, что стоит там два человека с каким-то плакатиком, там, я не знаю, антиизраильским, например. И вот они стоят там, эти два человека. Этих двух человек там с 50 позиций поснимают, вот, и потом там оно в каких-то СМИ, там в израильских, там еще в каких-то, вот, и говорят, вот, значит, Беркли рассадник, там, значит, палестинского терроризма, или там чего-нибудь еще. Там, я не знаю, ящейка Хамаса в Америке, там что-нибудь такое скажет. Когда вы ходите по кампусу, а я ходил много, и не раз, поэтому их там нет, их не видно. Это громадный университет по американским понятиям, во всяком случае, там 20 с лишним тысяч студентов, там 23-24, я не знаю, там меняется. Вот. Там вообще никого и ничего не видно. Поэтому я бы так не переживал сильно. То есть полно народ, которые совершенно не вовлекаются ни в какую политическую активность. Ну, там профессор что-то сказал. Ну и какое вам дело? Здесь страна такая, каждый может говорить, что хочет. И всем пофигу, что интересно. Поэтому способность молодого мозга, так сказать, воспринимать только со стороны и только дрянь, сильно преувеличена. Давайте-ка я тут еще освежусь. Вот. Кто-то там навязывает свои правила окружающим. Вы сильно искажаете реальность. Реальность состоит в том, что у нас общество последние лет 10 все больше и больше поляризуется. Особенно сильно общество поляризовалось вот в связи с последней президентской избирательной кампанией. Поляризация имеет место. Не потому, что кто-то кому-то что-то навязывает. А потому, что вот так у нас политики действуют, что они играют на поляризации. Я не могу сказать, что кто-то из них больше или меньше виноват. Там республиканцы или демократы. Нет, они все в этом деле попачканы. Происходит поляризация. Одновременно с этим мы имеем изменившийся мир, в котором люди перестали друг с другом разговаривать, перестали обсуждать. Вот сегодня есть социальные сети. Вы можете пойти в Facebook, и там есть люди, с которыми вам интересно, и они вот с вами, ваши единомышленники, вот вы с ними там общаетесь. А допустим, на кампусе, если раньше кампус это было место, где люди дискутировали там и так далее, они учились как бы вести разговор с людьми других убеждений, то сейчас кампусы перестали быть таким местом. И где-то, наверное, с год назад я читал статью Майкла Блумберга, может быть, меньше, чем год. Он перед выпускниками где-то выступал, наверное, с полгода назад. Он выступал перед выпускниками, там, не помню, какого университета. И он им давал напутствие в жизнь туда. И он им говорит, вот если вы не научитесь слушать и аргументировать, да, вот с людьми других взглядов, то это кранты, самое главное, он сказал, самое главное, что вы можете взять в университете, вот такая формулировка у него была, это способность слышать, слушать, дискутировать, аргументировать, отстаивать свою точку зрения. Вот эта способность сегодня очень сильно утрачена. И это то, о чем Блумберг говорил. Понимаете, люди не хотят дискутировать, или они не способны уже, я не знаю, они просто, еще раз, но это поляризация. Чего я буду его слушать, если он мне не нравится? Нам знакомо, мы что, мы как раз из такого места, где там без полемики, там сразу в морду и все. Или ярлык хорош там, изменник родины, или кто там, пятая колонна, там сразу, там без дискуссий все. Там за одну рожу могут. Вот, поэтому кто-то кому-то навязывает, это не так. Мы живем сейчас в обществе, где люди перестали не только навязывать, вообще разговаривать перестали. И посмотрите, что делают взрослые, которые выросли, выросли, которые в Конгрессе, которые избиратели. Посмотрите, за что они голосуют, эти люди. посмотрите, как они проводят в жизни там законы, как они их принимают. Сейчас уже никто не пытается, даже вот вместе, вот у нас две партии, договориться. Они не пытаются договориться. Обама проводит, Обамакир, силами демократической партии. Ну вот как смог. Чтобы хорошо сделать, надо было договориться, но он не, вот обошелся, вот он обошелся без того, чтобы договориться. Сейчас они пытаются обойтись без того, чтобы договориться. И у них не очень сильно получается, но вот они пытаются, вот они реформу здравоохранения профукали, значит, сейчас что будет с налогообложением, с реформой налогообложения, мы посмотрим. Но вопрос в чем? Они пока что даже не пытаются вот вместе это делать. Взрослые, что вы на детей-то? Взрослые. И чего дальше будет, я не знаю. Но, во всяком случае, можно сказать, что то, что вы видите сегодня в Беркли, там было, я, например, помню времена Вьетнамской войны. Я тогда не жил в США, но как бы университет Беркли в то время был очень хорошо известен. Вы, кстати, можете увидеть это в кинофильме Форест Гамп. Вот там как раз Беркли показывают. Вот эти там студенческие активисты, вот они там чуть ли там не в каких-то там милитаризированном таком обличье. Оно ничем не смело. Вот Беркли как был, так и остался. Там есть какое-то количество людей. Это не весь университет. Ну, сколько-то там есть людей. Я помню, когда мы сюда только приехали, была война в Ираке. Вот первая, да? И там есть мост, который соединяет Сан-Франциско и, ну вот, как тот берег, где Беркли, там рядышком почти находится. Вот они перекрывали мост. По этому мосту люди едут на работу. Грузы идут. Ну, там, представьте себе, вот такой мост. Голденгейт-бридж вот этот. Нет, это не был Голденгейт. Там еще один есть. Вот. И другой мост. Бейт-бридж называется. Вот они этот Бейт-бридж перекрывали живой, так сказать, цепочкой. Вот они там садились. Их полиция растаскивала и так далее. Но это не 20 тысяч студентов университета Беркли пришли. господи, ну сколько-то там их было. Ну, че. Не надо, не надо экстрима. Вот я бы так сказал. Все путем. Все путем. И переживать, что там на кэмпусе кто-то кого-то побьет или какая-то там антифа, там, я не знаю, что, но есть экстримы. Я не могу даже сказать, что, скажем, антифашистская, хотя казалось бы, нам антифашистская более симпатична, чем, допустим, антилиберальная. Правда? Но поскольку и экстрим левый, и экстрим правый это все равно экстрим, и никакого отношения этот экстрим не имеет ни к либеральному, ни к консервативному, то мы как бы должны осудить экстрим не по факту того, что он левый или правый, а по факту того, что он экстрим. Вот. И я я бы так к этому отнесся. Вот. И меня гораздо больше сейчас беспокоит не то, что молодым мозги запудрили. Мозги как запудриваются, так и распудриваются. Не бигдел. Меня гораздо больше интересует то, что со взрослыми происходит. Вот те чудеса, реальные чудеса, которые происходят сегодня со взрослыми, вот это действительно потрясающе. Понимаете? Это просто потрясающе. Вот. Но я даже поверить в такое не мог. Вот я год назад в это время, да, я когда там про выборы грядущие рассказывал, я... у меня в голове не укладывалось, что такое может быть. Ну, правда. Другое дело, что, конечно, политическая система как бы так устроена, избирательная система так устроена, что ты можешь быть президентом без того, чтобы там иметь большинство. И в этом году, в прошлом, это было как бы уже совсем зашкаливающе. То есть, это было 3 миллиона голосов, которые были проиграны тем, кто стал, там, тем, кто получил должность. Это, конечно, очень много по сравнению с тем, как, допустим, было, когда президентом стал Буш-младший. Так, я тут парковку себе присматриваю. Там как-то чуть-чуть было, а тут уж совсем. Вот. Но происходит поляризация. Если мы смотрим на голоса, поданные за тех или иных кандидатов, мы видим, что молодежь голосовала доминирующей либерально, а вот, скажем, доминирующей консервативно голосовали люди там, которым за 65, которые уже на самом 65 и старше. То есть, фактически пенсионеры, да? Значит, вот у нас вот эти выборы получились так, пенсионеры против будущего Америки. И пенсионеры по голосам проиграли, а там в силу каких-то технических вопросов, значит, имеют своего кандидата. И вот скажите мне, кто прав? Посмотрим. Никто не знает прав. Я так вот. Поэтому я бы не стал на молодежь валить и на либеральных профессоров. Я бы гораздо больше сейчас взволновался тем, что у нас в стране мы перестали голосовать за политические программы. У нас сегодня политическая программа, я извиняюсь, борьбу веду, у нас сегодня политическая программа это отменить то, что сделал Обама. Говорят, а как вы хотите сделать здравоохранение? Говорят, надо отменить то, что сделал Обама. А вы-то как видите? Вот видим так, чтобы отменить то, что сделал Обама. У нас сегодня у власти люди и политические силы и мы за них голосуем как страна 83 процента избирателей республиканской партии поддерживают трампа 83 процента вот на сегодня поддерживают и им не нужна программа им не нужно ничего то они хотят отменить то что сделал обама они хотят чтобы им снизили налоги не понимаю что и в одном месте снизит другом повысит а потом все это перевалится вот на это вот на это вот юное поколение которое сегодня в университетах или завтра будет в университетах они будут по всем этим долгам потом платить а сегодня значит мы хотим до власть хочет одолжить денег создать дополнительный дефицит бюджета увеличить государственный долг и снизить налоги и и не то что кто-то возмутился никто не говорит нельзя снижать налоги увеличивая дефицит который так уже зашкаливающий поэтому вот это страшно а так чем молодняк молодняк вырастет но у кого мозги есть да как если по черчиллю те станут более консервативными с возраста вот как мы счастливы